Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Номер 20. Деяния апостолов 25.13. По подтолкованиям насчитываем специально. Это 20-й файл, или как сказать, ролик. Так. Через несколько дней царь Гриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Полкование. А Гриппа был или наместником царя в провинциях восточных, и потому назывался царем. Или, быть может, он был и сам царем на Востоке, тогда как Нерон владычествовал на Западе и имел резиденцию в Риме. Название Кесарь по-римски будет значить император, так как все римские императоры, пока были императорами, назывались Кесарями. Однако ж, названия эти не были собственными их именами. Да и Ирод был наместником царя, и поэтому и сам назывался царем. Шестнадцатый, восемнадцатый стих. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо, и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства, на другой же день, сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал толкования. И так ясно, что Пилат, выдав Иисуса иудеям, сделал это со злодейской целью, так как он и суд Божий, и закон римский призрел для того, чтобы, придав кровь непобильную на смерть, угодить убийцам, хотя за такой противозаконный поступок и подвергался ответственности перед императором римским, который послал его начальникам в пределы Иерусалима. Клеветники возводили на него обвинения, но не доказали его, потому что их клевета и дерзость казались подозрительными, а разбирательство делом не подтвердили ничего. Ну вот видите как, имеет право защищаться, нельзя выдать. Я когда сидел в тюрьме и думал, какие были права в Римской империи, а сейчас подряд берут, арестовывают, сажают. Ну 37-й год и был, а то ни Гитлер, ни кто не делал. Более дьявольского режима, чем советский, сталинский мир не знал. Любого среди ночи брали, расстреляли, а теперь реабилитируют, миллионы реабилитировали, совершенно невинные. Ну невинные в том, в чем обвиняли, в другом-то, конечно, виновные были. Целые слои священства, казачества, дворянства, интеллигенции, и все, под корень вырезали. Бог попустил. Итак, 19-й и 24-й стихи. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании, и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и та быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велелся держать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю. Авгрипа же сказал Фесту, хотел бы я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Авгрипа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Гриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Толкование. Естественно, говорит о некоем Иисусе, так как был человек со властью и не обращал внимания на Господа. Разбор такого дела поставил в недоумение судью, так как дело было выше его понимания. 25-27 стихи. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем, государю, посему привез его пред вас, и особенно пред тебя, царя Гриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. Толкование. Августом, равно как и кесарем, называют императора. Его же называют и господином. Наконец, сам судья свидетельствует о Павле, что он был невинен. Однако он не освободил Павла. Господь устроил, что Павел нарек кесаря, а нарекших кесаря необходимо было послать в Рим, чтобы исполнилось предсказанное самого Павла. Предсказание. 19.21 Наблюдай, как Павел оставил все, и родители, и воспитатели приходят в Рим, чистым от всякого подозрения. Глава 26. А Гриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простершу руку, стал говорить свою защиту. «Царь Гриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем построжайшему в нашем вероисповедании учения. «И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеется увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царя Гриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятно почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Толкование. «Говорит так Павел не с лестью, да не будет, но желая доставить пользу царю. И тот, кого только что трактовали находящимся под судом, частью подействовал на судью и пленил его. Сам сознавая это, Павел должен был бы бояться того, что его судит человек, знающий все. Но не отклонять такого судьи, который подробно знает все бывшее, значит иметь чистую совесть. Иудеи знают истину, но не хотят засвидетельствовать ее, а самовольно лгут и подрешают против меня. Замечательно, что и фарисеи были еретики. Хотя Писание они исследовали и понимали лучше, чем все другие иудейские секты. Понимали лучше, но не истинно, потому что истинного разумения Писаний они не имели. Итак, прилежание может обследовать и обсудить дело с тонкостью. Однако же понять вполне его сущность не может. Напротив, бывает, что человека обманывает его же ум. Комментарий Игнатия Лапкина. Тысячу лет православные христиане читают это простое, ни на что не претендующее толкование блаженного феофилакта. Они почти ничего не толкуют, но только пересказывают смысл священного Писания простыми, доступными словами, ничего не затемняя и не добавляя. Неужели трудно было православным патриархам, архиереям, священникам и мирянам, читая это толкование, увидеть, что целое тысячелетие истинного разумения Писаний они не имели? Относительно места проповеди, место, которое должно занимать Евангелие, на престоле сознания человека, почему же это место с такой легкостью отдали обрядовому богослужению и требам? Причина только одна. На Руси Евангелие никогда не было проповедано как должно. Истинного разумения Писаний они не имели. 9-11 стихи. Правда? И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Толкование. Подстрекаемые дьяволом и демонами, прочие, многие как бешеные, делали много нелепостей. А я, быть может, бесновался больше их, когда по своей воле причинял зло. 12-18 стих. Для сего, я, едя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с небосвет, превосходящий солнечное сияние, осеявший меня и исшедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке «Савл! Савл! Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна!» Я сказал «Кто ты, Господи?» Он сказал «Я Иисус, которого ты гонишь!» Но встань, и встань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Толкование. Сообщая о сиянии светлейшим, чувственного света, и считая невозможным уподобить свет Иисусов и солнечному свету, Павел, чтобы предать явление так, как может принять человеческий слух, говорит «Свет этот далеко превосходит солнечный свет». 19-20 стихи. «По этому царю Гриппа я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом по всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния». Толкование. «Видением этим Господь обратил меня и убедил таким образом не отлагать дело. Видение – это чистое созерцание, превышающее человеческие силы. Его нельзя видеть плотскому человеку, если очи его не будут отверсти нечеловеческую силу». 21-23 стихи. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос умел пострадать и восстав первой из мертвых возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Толкование. «Что пророки глаголали о страдании Христовым, так известно, что излишне говорить об этом, а что Моисей предсказывал, видно из того, что он сказал, как бы от лица Иуды». Бытие 49-9. «Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Ясно разумеет смерть и воскресение Христова». Второзаконие 28-66. «Жизнь твоя будет висеть перед тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей». Иисус первый восстал и уже не умирает. А воскрешенные им или его учениками снова умерли в ожидании будущего общего воскресения. 24-26 стихи. «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость, доводю тебя до сумасшествия!» «Недостопочтенный Фест», сказал он, «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило». Толкование. «Так как Павел речь свою постоянно обращал к царю, то Фест, обидевшись несколько и видя дрезновения Павлова, сказал это от досады и гнева. Павел же объясняет ему причину, почему он обратил свое слово к царю». 27-й, 33 стихи. «Веришь ли царя Гриппа, пророкам? Знаю, что веришь». А Гриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделать со христианином». Павел сказал, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал, это царь и правитель Вереника, и сидевшие с ними встали, и отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, «Можно было освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря. Посему решился правитель послать его к Кесарю». Толкование. Здесь Павел говорит о кресте и воскресении, так как учение об этом разнеслось по всей вселенной. Говорит же это в доказательство того, что Агриппа все знал, и едва не говорит и прочее присутствовавшим, и вам следовало знать это, потому что таков смысл следующих слов не в углу сотворено сие. Хотя узы за имя Христова и достойны славы, но Павел прибавил эти слова, кроме этих уз, приноравливаясь к пониманию присутствовавших. Что говоришь ты, блаженный Павел, кроме этих уз? Какое же дерзновение у тебя, если ты стыдишься и избегаешь уз? Не везде ли в своих посланиях ты хвалишься узами и называешь самого себя узником? И не везде ли выставляешь нам на вид кандалы вместо диадемы? Итак, что же такое случилось, что ты отстраняешь от себя узы? Сам я, говорит он, не отстраняю их от себя, не стыжусь их, но говорю так по снисхождению к немощи слушателей, потому что они не могут еще вместить похвалы моей. От Господа узнал я, что никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани. Марка 2.21 Вот почему я так сказал. Глава 27, 1-3 стихи. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августого полка именем Юлию. мы взошли на Адраминский корабль и отправились намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Толкование. С пользуя присутствует Аристарх и сопутствует Павлу, так как имеет возвестить в Македонии обо всем, что случилось с Павлом. Тогда естественно было вести и поддерживать Павла угнетенного узами и страхом. Посмотри, как писатель не скрывает и того, что Павел нуждался попечения себе. Четвертый восьмой стих. Отправившись оттуда, мы прибыли в Кипр по причине противных ветров и переплыв в море против Килики и Памфилии прибыли в мир и Ликийский. Там сотник нашел александрийский корабль, плывущий в Италию и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей Пристани, близ которого был город Лосея. Толкование. Корабль, говорит, александрийский, вероятно, и они отправились в Азию, чтобы возвестить о том, что случилось с Павлом, как Аристарх в Македонию. Девятые и десятые стихи. Но как прошло довольно времени и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им мужи, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Толкование. Думаю, говорит здесь о посте иудейском, так как Павел отправился много времени спустя после Пятидесятницы, так что в пределы Крита прибыл почти к зиме. Но чтобы показать, что он не пророчествует, а говорит по догадке, выражается так вижу, потому что ему не тотчас поверили бы и в том случае, если бы он сказал это как пророк. Одиннадцатый, тринадцатый стихи. Пальцы не муслить. Нет. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подол южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Толкование. Сотник сделал это в этом предположении, что скорее следует послушать людей опытных в плавании, чем пассажира, неопытного в этом деле. Таким образом, это была ошибкой ума, а не судьбы. Стихи 14-33. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, встав посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря. И вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. В 14-ю ночь как мы носились, носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили из кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали к морю лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревку у лодки и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Толкование. После столь продолжительной бури не сукоризмно обращается к ним, но желает, чтобы на будущее время они верили ему. И то, что случилось, представляет как свидетельство истинности того, что сказанного было им. Потом предсказывает две вещи. Именно, что корабль погибнет, а находившиеся на нем спасутся, и что они будут выброшены на остров. Вот если бы не Павел, то все находившиеся на корабле должны были бы погибнуть. Итак, души Бог даровал Павлу, а корабль со всем находившимся на нем погиб. Таким образом, нечестивые спасаются в этот раз ради праведника. Бывает так же, когда и преждевременно нечестивый гибнет от своего нечестия, как говорит Экклезиаст 7.18. Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Бог устроил, что Павлу сначала не верили. Чтобы поверили ему, проверив его слова опытом, что и случилось. Посмотри, сотник верит Павлу так, что позволяет погубить лодку. Корабельщики же еще не верили, но поверили после, так как эти люди мало развиты. 34-39 стихи «Потому прошу вас принять пищу, и это послужит сохранение вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос в головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и разломив, начал есть. Тогда все ободрились и так же приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий от логи берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем». Толкование. Что Павел начал есть, так это для того, чтобы не умереть с голоду. Бога же благодарил за случившееся. Говорить то же самое научает чин Евхаристии. «Благодарим Тебе, Боже, яку удостоил еси нас». 44 стихи. «И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю». Толкование. «Ослабили привязи, когда настал день. Днем же снимается и корабль, чтобы бывшие на нем не погибли от страха. И чтобы видели исполнение пророчества. Следует заметить, что убивают кого-нибудь ведь добровольно и судьба не может воспрепятствовать совершению убийства. Так вот добровольно решается на дело убийства воины и приступают к нему. Однако же послушавшись сотника снова и также добровольно оставляют свое намерение. И можно было не послушать сотника, так как их было много и на их стороне была сила. Но воля и свободное желание и делают то, что хотят. И не делают того, чего не хотят. Глава 28, 1-5 стихи. 2-6 тихи. Тихи. Ехидна муж был совершитель вера. 3-7 Пустив жало в руку апостола и, не нашедший в ней греховной язвы, ехидна тотчас отскочила и бросилась в огонь, как бы ища наказание себе самой. 4-7 Мы же боимся зверей, так как не имеем от себя оружия добродетели. Смотри, естественное осуждение полно правдивостей и у варваров. не просто осуждает, но с чувством сострадания перегорив между собою. Шестой стих. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Толкование. Чудо обнаружилось не вдруг, но люди несколько времени выжидали его. Таким образом, явление это не было обманом или простой ловкостью, так как имели обычай всякого, кто сделает что-либо необыкновенное называть Богом, подобно тому, как древние называли Богами тех, кто физическую ли силу, как Геракл, совершал более великие подвиги, чем его современники, или сводил зрителей с ума искусством магии, как Симон в Самарии. Седьмой десятые стихи. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и возложил на него руки свои и исцелил его. После всего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы и оказывали намного почести и при отъезде снабдили нужным. Толкование. Публий был человек гостеприимный, потому что принял их, не зная ничего о них, а только по состраданию к их участи и дал покой двум стам восьмидесяти человекам, видя в этом пользу для себя. Дизентерия, болезнь, трудноизлечимая и, силенная Павлом, обратила к вере многих. Одиннадцатый, четырнадцатый стихи. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове и, прибыв в Сиракузы, пробыли там три дня, оттуда отплыв прибыли в Ригию и, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Полкование. Почти всегда, особенно на кораблях Александрийских, было в обычае делать такие изображения около носа корабля, справа и слева. А так как при тогдашнем господстве идолослужения изображены были, вероятно, Куры, то отсюда заключение, что корабельщиком на нем был иноземец и идолопоклонник. Все. Осталось читать страницу. Осталось считать две страницы.